На трамвае покатались, теперь задача покататься на самом длинном эскалаторе в мире. Ребят, запрещенные эти штуки-дрюки, короче, с собой нельзя брать. Черепаху нельзя провозить с собой, морских коньков сушеных с собой нельзя провозить. Очень стильненькие вот такие вот информационные стойки. Beauty, Сент-Лорен, Диснейленд. Здесь куча всяких магазинов и, естественно, здесь есть рестораны. В Гонконг нельзя поставлять машины на дизеле. This is one of the favorite parks. There are a few parks like this here in Hong Kong. Поняли, сколько народу? Короче, забито все, каждое место. Двухэтажные трамваи, чемодан, отправляющийся в самолет прямо с вокзала, паромные переправы в центре города, самые длинные в мире эскалаторы и на закуску фуникулеры с панорамным остеклением, чтобы вы чувствовали себя как скат в аквариуме Дубай-мола. Все это про транспорт в Гонконге. У меня здесь второй, и я иду сейчас по шоппинг-улице по такой. Только что магазин Коуч был, потом был Найк, Адидас. Короче, здесь куча всего, Натан-стрит называется. И магазины, и торговые центры, что-то еще строится, ремонтируется. Ну и вообще, в целом, с шоппингом здесь все в порядке. Не просто все в порядке, а очень в порядке. Потом я позвонил Сол, и мне нужно ехать к нему. В какой точке он меня ждет, вы чуть позже узнаете. Сначала коротенькое введение. В целом, транспортная система Гонконга признана одной из самых эффективных и удобных в мире. Первое, с чем вы встретитесь в Гонконге, это его аэропорт. Известный как Чек-Лап-Кок. Один из крупнейших и самых загруженных аэропортов в мире. Шикарный сервис, связан с городом экспресс-поездами, автобусами и такси. Очень стильненькие, вот такие вот информационные стойки. Прям мне нравится, интерактивные. Any questions, ask me. Давай, any questions. Airlines, flights, shops, shops, давай. Fashion, fashion is my profession, давай. Zara. Есть Сент-Лорен, Диснейленд, Тори, Зегна, Балбери, Буи-Бутон. Как это было? Ребят, запрещенные эти штуки-дрюки, короче, с собой нельзя брать. Черепаху нельзя провозить с собой. Сушеные морские изделия, морских коньков сушеных с собой нельзя провозить. Блин, это очень смешно. Кожу хладнокровных всяких, кожу ящериц нельзя провозить с собой. Ну и шкуру какого-нибудь животного, допустим. Нет, надеюсь, я у нас таких вещей с собой. Надо проверить. Когда прилетаете в гонконгский аэропорт, смело берите аэроэкспресс. На нем до центра доберетесь за 45 минут. Когда будете улетать из Гонконга, имейте в виду, что там есть очень крутая фишка. Прямо в городе, на станции метро Гонконг и Каолун, есть специальные стойки для регистрации, где пассажиры могут получить свои посадочные талоны и сдать там же багаж в отдельные вагоны, которые после проверки и контроля автоматически отправляются из поезда прямо на борт самолета. Не надо тащить свои манатки по всем вагонам, лестницам и ставить на ленту суровой тетечке на проверку. Как вам такое? Заблуждение первое, что китайцы маленькие. Нифига они не маленькие. В Гонконге это очень сильно чувствуется. И здесь очень много высоких людей. То есть высоких... Да как у нас. Очень много девушек, которые выше меня. То есть такие мета 8, мета 8, мета 8,5. Что касается моды и стиля. Да, есть, конечно, как бы неопрятные такие товарищи. Вот. Но часто очень много неопрятных там тех же самых филипинцев, которые приезжают сюда на заработки. Они работают там всякой прислухой, нянями. По моде. Очень много модных китайцев. Стиль, магазины. Здесь шопинг такой. Ну, естественно, если шопинг мощный, то будут и те, кто будет все это дело покупать. Система метро. МТР. В Гонконге это костяк городского транспорта. Станции чистые, хорошо организованные поезда. Следуют с высокой чистотой. На чем еще можно покататься в Гонконге в рамках паблик транспорта? Автобусы, трамваи, паромы. Конечно, такси. Есть много прикольных старых машинешек. Они все имеют один стиль. Стоят, понятно, дороже, чем все вышеперечисленное. Отличаются зеленый, красный и синий такси в зависимости от районов, где вы ездите. Как платить? Октопус-карт. Бесконтактная транспортная карта, которую можно использовать почти во всех видах транспорта. В Гонконгском метро более 200 километров путей и 159 станций. Не считая линию аэроэкспрессов 35 километров с 5 станциями. Гонконгская система метрополитена появилась в 1979 году. Сейчас система включает в себя линии, охватывающие остров Гонконг, Каулун, новые территории и даже некоторые районы материкового Китая. Из Гонконга, например, в Гуанчжоу можно доехать на высокоскоростном поезде всего за 47 минут. Я ничего не понимаю, ребята. Не, ну на английском есть, да. Отметки. Сейчас будем... А, вон, 2-1-Line. Короче, сейчас будем пытаться понять. Ничего не понимаю пока что. Чтобы воспользоваться гонконгским метро, вам нужно купить смарт-карту Octopus, типа нашей тройки или лондонского Остеркарта. Ее можно перезаряжать и использовать в любом гонконгском транспорте. Такую же карту сейчас местные используют и в других учреждениях, типа ресторанов или кафе. А в некоторых учебных заведениях они используются как карты доступа. Выпущено было более 20 миллионов таких карточек, что более чем в два раза больше населения самого Гонконга. На земле здесь прям целые улицы. Переходы идут над всеми перекрестками и продолжаются дальше. То есть просто вы перешли дорогу и спустились. А можете идти еще метров 200 дальше. Прямо такое, да, надземная улица, скажем так. Вчера к вечеру заложила нос. Почему? Несмотря на то, что вот днем температура до 24 поднимается. Сейчас 19, 10 утра, 19 градусов. Но заходишь в метро или еще какие-то там магазины или в общем много куда и кондиционер фигачит. Он не просто работает, он сдувает. Я в метро ехал, я не знаю куда встать. Потому что в голову холодный воздух дует так, что очень не очень приятно. Вот я пока разговариваю с вами, все время иду по вот вот этой вот надземной улице. Из одной перешел на другую. Там, кстати, мне рассказывали вчера про самый длинный в мире эскалатор, находящийся вне помещения. Понимаете? Поэтому тут много таких всяких штучек, очень необычных. И вот я продолжаю идти над землей. Что касается гонконгских трамваев, то они здесь как один из символов и даже достопримечательности. В разговорной речи трамваи часто называют динь-динь из-за характерного звона колокольчика. Если вы не покатаетесь на гонконгских даблдекерах и отложите кантане на другой приезд, имейте в виду, что найти двухэтажные трамваи вы также сможете в британском Блэкполе и египетской Александрии. Все. Больше в мире трамваи-даблдекеры могут быть разве что как музейные экспонаты, но не как городской транспорт. Чем может гордиться гонконг? Да много чем. Но и парком двухэтажных трамваев. Он самый крупный в мире. В нем 170 вагонов. Причем среди них не только обычные трамваи, предназначенные для перевозки пассажиров, но и заказные дискотечные, где можно устроить частную вечеринку. На линии находится около 120 остановок. А ежедневно на двухэтажных трамваях катается 240 тысяч пассажиров. История этих трамваев началась в 1904 году. Они стали самым ранним общественным транспортом в регионе. Даже сложно поверить, что в какой-то момент из-за финансовых проблем власти хотели убрать эти культовые трамваи. Но, к счастью, водители не дали этого сделать. На пирсе я уже был вчера. Сегодня надо хоть попробовать на паромчике поплавать. Это плавание на кораблике. Плавали-плавали и приплыли к музею. Музею на воде. Смотрите. Вот видите, тоже засушенная рыбка сразу же. Вот эта вот лодка, типичный такой хаус-бот. Это лодка-дом. Да, и вот так вот она все это выглядела. И здесь рыбаки жили прямо на этих лодках. Это прихожая. Кровать. Видите, как они спали. Туалет, короче, вот так. Смотрите, такой туалет. Просто дырка. Вот. А, ну, второй этаж уже просто как бы крыша. Слушайте, второй этаж. Тут второй этаж можно было... У них на лодке на это использовать как полноценный двор. Здоровенная штуковина такая. Пожалуйста, выставил все шезлонги. Рыбу половил. Сифуда себе нажарил. И голубая водичка, пляжики. Отправился в путешествие. Романтика. Ясно, понятно, почему они не хотели уезжать, рыбаки. Отсюда, когда их хотели выселить. Я остановился на водной остановке. Так ее назовем. С воды мы остановились. Сразу же они причаливают еще к какой-то другой лодке. И в другой лодке у них находится типа сувенирный магазинчик. Взять всякую там фигню. Вот так это выглядит. Вот там очень прикольно. То есть здесь из лодок, мне кажется, сделаны даже улицы. Понимаете? И они там по вот этим вот водным улицам. Туда-сюда, влево-право. И бизнес грамотно построен у них, конечно. Пик-трамп, пик-трамп. Фуникулер. Приехал сюда, мне говорят, еще гуляй, иди. Купил я билет. Билет стоит 140 гонконгских долларов. Но мне ждать. Полчаса, короче, ждать. А теперь мое любимое. Фуникулер пик-трамп. Название пошло от двух английских слов. Пик, то есть вершина горы, и трэм, что значит вагон. Откуда отправлять за фуникулер? Из мид-левелс, со специальной станции. И идет на самый верх, где есть ТЦ. Рестораны и смотровая на весь Гонконг. Это один из старейших фуникулеров в мире. Он был открыт в 1888 году. В мае того же года бывший сотрудник шотландской железной дороги, Александр Фидлей Смит подал заявление на строительство фуникулера от англиканского собора Сент-Джонс до вершины горы. Строительные работы начались в 1885 году. Продолжались около трех лет. Рабочие вручную переносили оборудование и рельсы на склоны горы. Первые станции были сооружены из деревянных досок. Для движения состава использовались паровые котлы, работающие на угле. Оригинальные вагоны изготовлены из лакированной древесины с сидениями для 30 пассажиров. Были разделены на три класса. Центральная часть предназначалась для пассажиров первого. Поездка в первом классе к вершине обходилась в 30 центов, в втором классе 20 центов, а в третьем классе 10 центов. Спуск с горы стоил вдвое дешевле. В том же году Смит переделал свой особняк в отель и назвал его, как не сложно догадаться, The Peak Hotel. Через три года его пришлось перестраивать из-за растущей популярности среди небедных людей. С открытием фуникулера земли вокруг пика Виктория превратились в самый престижный жилой район колонии. В 1971 году компания Hong Kong and Shanghai Hotels покупает Big Tramway Company за 3 миллиона гонконгских долларов наличными. Ну и начинает строить The Peak Tower на месте отеля. Но что там сейчас? Вы все видите. Я сказал, что изначально Big Tram строился богатеем для богатеев. Так кого же он перевез? Ну, например, американского президента Ричарда Никсона, госсекретаря США Генри Киссингера, королеву Таиланда, ну и разных голливудских и местных звезд кино. Вот может и я сейчас сижу на месте, которое много лет назад для меня согрело, ну скажем, Моника Белуччи. Я брал свой билет на Биг Басе, вот эти вот, которые Биг Бас Турс делает. Мне вышло, получается, 140 гонконгских долларов. Это он включает подъем наверх, подъем вниз, подъем вниз, да, хорошо сказал? Подъем наверх, спуск вниз. И плюс еще смотровую. Если не брать общий билет, то, скорее всего, придется по отдельности потом платить. Я думал, подольше, честно говоря, будет именно само путешествие на трамвайчике, на вот этом, наверх. Около 9 минут. 9 минут наверх, 9 минут вниз. Но самое долгое занимает что? Правильно, занимает вот эта вот площадка, с которой можно все это посмотреть. На трамвае покатались, теперь задача покататься на самом длинном эскалаторе в мире. Может, конечно, это ничего особенного, да? Ну, что, эскалатор, эскалатор? Ну, как бы, сам факт того, что он вроде как самый длинный, это уже интересно. В Гонконге есть эскалатор-рекордсмен, и он реально считается транспортом. Называется он Mid-Levels. Растягивается на 800 метров и поднимается на высоту 135 метров. Утром эта шайтан машина отвозит пассажиров вниз, а вечером вверх. То есть, в разное время суток эскалатор движется в разные стороны. Каждый день этот эскалатор помогает 60 тысячам жителей доехать на работу в центр, а потом вечерком вернуться обратно. Окей. Технически это даже не совсем эскалатор. Это целая система надземных переходов, на создание которой было потрачено 240 миллионов гонконгских долларов. 31 американский. Запущено это дело было 30 лет назад. Красавцы, конечно, ребята. Неужели гонконгцы настолько ленивые, что решили себе вот так вот облегчить жизнь? Дело в том, что Гонконг представляет собой территорию со множеством подъемов и спусков. Поэтому и транспортную систему приходится создавать с учетом этого природного великолепия. За некоторое время до эскалатора в районе Mid-Levels образовывались частые и долгие пробки на дорогах. Как заставить водителей оставить свои машины и пойти пешком? На помощь и пришла идея о создании эскалатора. Он проходит через 14 улиц, на каждую из которых есть выход. И несмотря на то, что эскалатор выполняет роль транспорта, проезд на нем бесплатный. Причаливаем. Причаливаем. Это один из моих любимых парков. Есть несколько парков, как Испはいя имя, как и Aubrey. СзRY. каулу уолт сити парк но каким бы уникальным не был наземный транспорт гонконга своему развитию он обязан транспорту водному гонконгский порт это один из самых крупных мировых и азиатских портов является одним из самых загруженных и эффективных какие-то 200 лет назад гонконг был небольшой рыбацкой деревушкой и пиратским пристанищем плюс-минус здесь проживало менее 10 тысяч человек британцы начали использовать остров как перевалочный пункт для своих судов и склад для опиума который везли из индии в китай здесь появился местный британский администратор под именем чарльз эллиот объявивший территорию необлагаемую налогом это привлекло на остров множество коммерсантов в особенности из макао и гуанчжоу британцы обустраивают здесь порт военно-морскую базу и налаживают пять морских регулярных путей что перевозится хлопок ткани металлические изделия шелк чай фарфор сахар но море был у британцев гонконгцев торговцев пиратов один общий противник это была стихия одним из разрушительных событий того времени был тайфун 1874 года было повреждено 35 морских судов погибло около двух тысяч человек а это два процента всего населения на тот момент тайфуны представляют опасность и в наше время сейчас пределах гонконга находится специальное укрытие от тайфунов которые предназначены как для людей так и для судов в гонконг нельзя поставлять машины на дизеле потому что из-за того что много выхлопных газов и вредно и у допустим у соло у него старый pajero еще и значит который привезли из японии представляете он дизельный и то есть уже такие тачки ты не пригонишь ему нравится эта машина он ее вот любит уважает как настоящий джеки чан как у джеки чана друзья если выпуск вам понравился не забудьте поставить ему лайк у меня также есть и другие выпуски о достопримечательностях гонконга не забывайте заходить и на мой второй канал с мобби дюкейшн где я рассказываю про зарубежное образование и там у меня она будет опубликован ролик про образование в гонконге в гонконге Субтитры сделал DimaTorzok